Это новости на РТВ. Я Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире миграционный Кризис, судьба британского членства в Евросоюзе и продление антироссийских санкций. Это основные темы последнего в 2015 году саммита ЕС. Он проходит второй день в Брюсселе. Главы государства и правительств 28 стран-членов Содружества в первую очередь обсуждают проблему беженцев и создание новой службы пограничной и береговой охраны. Вторая тема – требования премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о реформах Евросоюза. Как заявляют в Лондоне, от пересмотра условий членства будет зависеть исход референдума 2017 года о выходе королевства из ЕС. И, наконец, отношения с Россией. Еще до начала саммита в Брюсселе заявляли, что отмена санкций в отношении Москвы напрямую связана с выполнением минских соглашений по Украине. Ограничительные меры должны быть продлены на полгода, так что содержательной дискуссии на самом форуме изначально не предусматривалось. Евросоюз тем временем приоткрывает дверь двум постсоветским республикам Украине и Грузии. Еврокомиссия опубликовала отчеты по выполнению Киева и Тбилиси требований плана действий визовой либерализации. Документы содержат положительную оценку в отношении обеих стран. В частности, говорится, что Украина и Грузия выполнили все обязательства, взятые в рамках имеющегося плана действий. Я напомню, визовая либерализация – один из пунктов соглашения об ассоциации, подписанного между тремя странами Восточного партнерства. Третья страна Молдова перешла на безвизовый режим с ЕС еще в 2014 году. Украина грозилась. Украина сделала. Киев ввел мораторий на выплату российского долга в 3,5 миллиарда долларов. Москва ранее поставила украинскому правительству условия. Либо Братская республика возвращает долг до 20 декабря, либо Россия обратится в суд. Моя коллега Нина Шамоги обрисует вероятное развитие событий. «Не хотите по-хорошему – не получите ничего». Эту фразу, произнесенную полтора года назад Владимиром Путиным в адрес киевских властей, сегодня Украина применила к России. Киев ввел мораторий на выплату российского долга. В правительстве пояснили, Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами. А вот с Москвой договориться не получилось. Украинский премьер обвинил несговорчивости российскую сторону. «Мы вводим мораторий на выплату 3,75 миллиардов долларов российских бондов. Правительство Украины также вводит мораторий на выплату долговых обязательств КБ «Южная» и компании «Украфтодор» перед российскими банками. Это 507 миллионов долларов США. С сегодняшнего дня выплаты по этим долгам на общую сумму в 3,582 миллиона долларов в пользу российской стороны останавливаются до момента или принятия наших предложений по реструктуризации или соответствующего судебного решения». В Киеве не раз заявляли, что выданный в 2013 году российский кредит 3 миллиарда долларов был своеобразной взяткой экс-президенту Виктору Януковичу за то, что он сорвал подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Нынешнее украинское руководство заявляет, что готово к судебным разбирательствам по долгу Януковича. И, скорее всего, тяж бы избежать не удастся. В Кремле решения соседей комментировать не стали, лишь напомнили. Президент России разрешил Минфину подать в суд на Украину за невозврат долга, если та не расплатится до 20 декабря. А 30 декабря Киев, как заемщик, окажется в ситуации дефолта. Долг платежом «Красин» сочли накануне и в МВФ. Международный валютный фонд признал российский кредит 3 миллиарда долларов суверенным долгом. Это означает, что на него не должны распространяться условия реструктуризации долгов, применяемые к частным кредиторам. Не нашел Киев поддержки у правительства США. Оно отказалось предоставить гарантии погашения кредита в обмен на трехлетнюю отсрочку выплат. Этот вариант выхода из ситуации был предложен Москвой. В Киеве считают, что Россия намеренно оказала Украине медвежью услугу. Два года назад была достигнута договоренность, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на 3 миллиарда были размещены на ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены с помощью Российского фонда национального благосостояния. В результате под вопросом оказалось украинское национальное благосостояние. Продолжаем. С тем, что продолжающийся кризис сопровождается и, видимо, будет сопровождаться большим числом погибших. По его данным, за 11,5 месяцев уходящего года в Средиземном море утонули свыше 3700 человек. А с 16 октября в среднем в день погибало по 7 мигрантов. 990 671 мигрант и беженец прибыл в Европу в 2015 году из Африки и из Ближнего Востока как сухопутным, так и морским путем. До конца года остается около двух недель, поэтому практически определенно можно сказать, что общее число прибывших превысит 1 миллион, что будет почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Католическая церковь признала второе чудо, совершенное матерью Терезой. Решение Ватикана открывает путь к канонизации известной монахини. В 2003 году основательница Ордена Милосердия и лауреат Нобелевской премии мира была причислена к лику блаженных. Теперь она должна быть возведена на алтарь святости. Решение о канонизации принимается после подтверждения теологами Святого Престола совершения претендентом двух чудес. Первым было признано исцеление индийской женщины от опухоли в брюшной полости. Теперь чудом признано и исцеление монахини Бразильца, страдавшего от множественных опухолей мозга. Как ожидается, мать Тереза, которая скончалась в 1997 году, будет причислена к лику святых в сентябре следующего года. Ну что ж, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках на РТВ и у моих коллег. А у меня на этом все. Я обращаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова